Я приветствую всех, кто сейчас присоединился к нам. И мы начинаем работу в прямом эфире. Сегодня в нашей студии главный врач Видновской районной клинической больницы Виктор Иванович Барсук. Добрый вечер. Добрый вечер. Виктор Иванович, вы человек у нас новый. И, ну, конечно же, наверное, все-таки я неправильно говорю. А сначала нужно поздравить вас. Ведь только буквально недавно вы отметили большой праздник День медицинского работника. Насколько я знаю, вот мы сейчас с вами немножко поговорили, что самая большая численность, да, самое большое предприятие в нашем районе – это медицинские работники, да? Да, 1290 человек. Поэтому, наверное, все 1290 человек заслуживают поздравлений в этот день. И, наверное, каждый день, потому что каждый день люди нуждаются в нашей, в вашей помощи. Это действительно так. Почему? Потому что наш – это любимый праздник. Он – молодой праздник. Так, с 1980 года по приказу Совета Министров он образовался. И медики очень с удовольствием его всегда празднуют. Это третье воскресенье июня. Так что действительно это так. Я думаю, что вы успели уже получить множество поздравлений, ваши коллеги также. Ну а теперь вот хотелось бы познакомить вас с нашими телезрителями, телезрителей с вами. Я думаю, что люди к вам приходят, и многих жителей нашего района, как пациентов, как, ну не знаю, своих сотрудников, вы уже узнали в лицо. Расскажите немножко о себе. Вы знаете, я Ленинский район знал с 1972-74 года, когда еще строилась поликлиника. Я здесь занимался спортом в совхозе Ленина. То есть это был один из лучших спортзалов. Так что я с Домодедовского района ездил сюда. И здесь ходило всего два автобуса. Это первый и третий. Никаких троллейбусов, ничего не было. То есть третий автобус ходил по кругу, а первый напрямик. И вот мы пересаживались на остановке, где сейчас Мособлтранс. Там ходил 364-й автобус. Так что я Ленинский район знаю еще со дня, наверное, основания этого. И он всегда мне нравился. Красивый был, зеленый. И, в общем-то, мне, наверное, легко было сюда приходить. И я сюда с удовольствием пришел. А трудовая деятельность моя началась с 1981 года медбратом. В травматологическом отделении. Потом институт, ординатура, аспирантура. И с 1987 года в основном это был второй мед. Потом Российский национальный государственный медицинский университет. Кандидатскую защитил в Маниках. По травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии. И вот теперь оказался... То есть профессию знаете, в общем-то, с самых низов. Оказался в Ленинском районе. Так что вся в основном сознательная моя жизнь. Это второй мединститут. Сейчас, на сегодняшний день, Российский национальный государственный медицинский университет. Два месяца, да, буквально, как приняли больницу? Практически, да. Исполнял обязанности месяц. Сейчас, вот с 10 мая, я главный врач Ленинского района. Вы уже ознакомились полностью с хозяйством. Вот как вам то, что вам досталось? Вы знаете, наверное, мне не так это сложно. Ну, больницу, конечно, я принял с большой кредиторкой. Это 100 миллионов. Долго. Не испугались? Ну, работать надо. Тогда не будем бояться. И провести анализ, откуда это все образовалось. Да, оно складывалось с такими проблемами, наверное, маленькими. Вот. Но маленькие всегда в большую проблему, да. Сейчас потихонечку разбираемся с этим, да. Хорошая закладка больницы. То есть, госпитализации занялись хорошо, диспансеризации активно занялись. И очень благодарен заведующему детской поликлиники, который первый откликнулся. Мы посчитали всех детишек, которые нуждаются в диспансеризации, у которых есть хронические заболевания. И мы сейчас их решили в плановом порядке направлять на профилактическое лечение. То есть, вот это вот. Сейчас будем заниматься тем же самым во взрослой поликлинике. То есть, это все сиюминутно не делается, да. А мы будем все этапами делать. И, в общем-то, потихонечку, я думаю, будем выходить из этого кризиса. Хотя сейчас очень сложно, конечно. Никто не говорит, что легко. Я, конечно, понимаю, что много и проблем сейчас есть. И вот все-таки, возвращаясь к празднованию Дня медицинского работника, я знаю, что в два этапа проходило празднование. Сначала в школе искусств, потом в таком своем более-менее тесном кругу. Да, и потом закончили в ресторане, кстати. Я хочу, чтобы мы посмотрели сейчас сюжет. Вот как раз второй день, когда вы отмечали. Потому что мне понравились там одни ваши слова. Я вот после просмотра, я хочу как раз вот с этого и начать. Давайте, может, поэтапно. С первого, первый день. Почему? А мы не сможем сейчас первый день. Мы подготовили именно второй день сюжет. Но мне бы хотелось вот все-таки рассказать, что было в первом. Давайте тогда вы расскажете про первый день, а мы потом посмотрим второй день. Да, а потом мы посмотрим сюжет. Хорошо. В первый день я, к сожалению, не успел приехать. Почему? Потому что нас собирал губернатор. И губернатор уделяет здравоохранению области очень большое внимание. Он действительно нас всех медиков поздравил, сказал очень теплые слова, обрисовал проблему, поставил задачи и цели, которые нам надо решать. Дальше, что я вам скажу. На сегодняшний день именно больницы, и очень благодарен нашей администрации, это впервые такое количество жилья выделено было. И именно в нем медицинского работника. Понимаете? То есть, это просто что-то. Ни один район в области столько жилья не выделил в день медицинского работника. И я очень сожалею, что я не поддержал эти ключи, которые должен был поддержать и которые был вручен. Я думаю, вас пригласят на новоселье. Да, у нас просто концепция жилищной комиссии на сегодняшний день такая, что человек в некоторых районах дает квартиру под специалистов. Моя позиция совсем другая. То есть, вот есть люди, которые, представляете, с 1984 года ждали вот эти ключи. У них слезы на глазах, что вот действительно это сбылось. Понимаете? То есть, вот это почему я и коснулся первого дня, что это вот знаменательное событие. Понимаете? Это вот праздник, действительно праздник, когда человек получает свое жилье, куда он может с детьми нормально покушать там, погулять в этой квартире. Я думаю, это каждому очень понятно. И это очень знаменательное такое событие. В общем-то, я еще раз говорю, я очень благодарен администрации, что вот именно в этот день, и именно вот столько-то квартир, мы получили 8, в общем-то, 3 трехкомнатные и 5 двухкомнатных. То есть, я еще раз говорю, то есть, люди просто вот... А во второй день, по-моему, вручали ключи донорам, да? Не ключи донорам, а вручали памятные подарки. Это часы от главы. А, поздравляли доноров. Да, и я тоже этому благодарен, очень всем донорам, да? Почему? Потому что... Что такое донор? Это частица жизни, да? То есть, вот человек вроде... Мы говорим донор, да? Я в травматологии, в общем-то, давно и участвовал в спасении людей при взрыве в Домодедово в свое время, где 23 человека поступило, и там организовывали медицинскую помощь, да? То есть, в экстренных случаях, и не в экстренных случаях иногда, да? Кровотечение, все это же частичка жизни. Этот человек отдает свою частичку жизни, понимаете? Это вроде капля крови, да? Согласна с тобой. Вот, это частичка органа. Это то же самое. То есть, и я нашим органам, особенно сотрудникам ВВД, очень благодарен, которые... Я впервые это увидел, да? Ну, по первому зову, первые кто, это откликаются наши сотрудники МВД. Так что им тоже огромное спасибо. И не зря я, в общем-то, и благодарен, и просто говорю большое спасибо, огромное спасибо, тем людям, которые именно занимаются донорством. Ну, давайте посмотрим все-таки сюжет со второго дня. Конечно, конечно, не только мне говорите. Интересно, вот, и я напомню о том, что там были очень интересные и важные слова, сказанные вами, кстати. Смотрим сюжет. Обычно врачи против всякой заразы, но не в этот раз. Праздничным настроением заражались все, кто пришел в этот день в школу искусств. Тем более, что создавалось оно уже в фойе. Ростовые куклы в виде Айболита и его незаменимой помощницы, обезьянки Чичи, были не прочь сфотографироваться со всеми желающими. Несмотря на то, что в фойе регистрировали тех, кого будут награждать на праздники, как выяснилось совсем скоро, для многих медиков награды стали приятным сюрпризом. Один из них озвучил глава Ленинского района. Накануне Дня медицинского работника мы выделили из специализированного муниципального жилого фонда 15 квартир для медицинских работников. Это немаленькое достижение, поверьте, по сравнению с другими муниципалитетами эта цифра очень внушительная. Мы на этом не останавливаемся. У нас еще будут поступления в муниципальную казну жилого фонда. Увы, редко на этих лицах можно увидеть счастливые улыбки. Ведь очень часто врачам больше, чем кому-либо, приходится иметь дело с людским несчастьем и тратить в том числе и свои душевные силы на помощь больным. Но сегодня их праздник, и они с удовольствием принимают поздравления. А официальные гости делятся планами по улучшению условий труда медиков. Сейчас в Подмосковье реализуется большая программа здравоохранения Подмосковья. И в ее рамках 370 объектов здравоохранения во всей Московской области будут отремонтированы. В том числе и в Ленинском районе. Традиционно в этот день награждения и обращения официальных лиц сменялись эстрадными номерами, подготовленными творческими коллективами Ленинского района. В своем приветственном слове глава муниципалитета Олег Хромов поблагодарил медицинских работников за их самоотверженную работу на благо людей и особо отметил вклад тех, кто долгие годы занимается таким благородным делом, как медицина. Я рад приветствовать и отдельно хотел бы выразить слова благодарности ветеранам отрасли, которые присутствуют в этом зале, которые передают свои знания и, можно сказать, из поколения в поколение, ведь в медицине у нас огромное количество династий на территории нашего района. В ходе праздника десятки врачей, медсестер, научных работников и сотрудников вспомогательных служб получали награды и ценные подарки, которые стали определенным знаком признания их работы. Но, конечно, самым трогательным стало вручение ключей от новеньких квартир. Многие из работников медицины, увы, не имеют собственного жилья. И, как выяснилось, этот подарок от администрации для многих стал довольно неожиданным. Это было сюрпризом. Я вообще не была готова к этому, честно. Я живу в общежитии вообще там. И живу уже 14 лет. И мне вот повезло просто. Конечно, везение тут ни при чем. Наверное, вручать ключи работникам медицинской отрасли – одна из самых замечательных традиций в Ленинском районе. Всегда приятно, когда твой труд оценивают по достоинству. Но все же идут в эту профессию не за наградами. На вопрос, что в их деле самое замечательное, наверное, многие врачи ответили бы так же, как заведующий глазным отделением Виндовской ЦРКБ Петр Башкинский. Сторона положительная – это врачи, когда то, что он видит после операции. Это самые положительные стороны, когда бабушка слепая говорит, что я вижу. Это замечательно. Праздник у врачей только в воскресенье, 18 июня. Но стоит думать, они уже сейчас получили заряд хорошего настроения. Максим Козлов, Данил Свидырский, Ольга Садовская, Видное ТВ. Виктор Иванович, Вы хотели сюжет с первого дня? Вот Вам включили сюжет с первого дня. Спасибо. Так что, это действительно очень хорошо. И посмотрите лица людей, которые получили ключи. Действительно, да? Неужели вот так вот неожиданно было для многих? Или не верили просто? Ну, знаете, во-первых, когда я говорил, в принципе, народ как-то вот сомневался, что такое количество квартир действительно получат вот мои сотрудники. Я говорил, Вы должны, Виктор Иванович, это правда. Вот, скорее всего, когда вот человек держит эти ключи, он понимает, что это все. То есть, наверное, поэтому вот так было, да? Видите, как, наверное, теперь у них еще стимул к дальнейшей работе будет такой. Ну, во-первых, это служебное жилье, да? Служебный человек должен 10 лет отработать. Ну, а потом, Вы знаете, когда бытовые условия прекрасные, да, то человек идет на работу совсем с другим настроением, да, улыбается и все остальное. Ну, потом мы в такое время живем, что сейчас условия... Еще раз говорю, огромное спасибо администрации, которая выделила такое большое количество квартир. Ни один муниципалитет, ни один район столько не выделил. И люди, еще раз говорю, которые проработали огромное количество здесь времени и посвятили себя действительно Ленинскому району, здравоохранению Ленинского района, они наконец-то увидели, в общем-то, что действительно администрации заботятся о них, в общем-то. И еще раз говорю, очень благодарен такому подарку к дню медработников. Вот раз мы уже начали тему кадров, да, я бы хотела спросить, насколько вот дефицит кадров испытывает сейчас больница? В больнице, вы знаете, в узких специалистах, наверное, особого такого дефицита нет, и его, наверное, не будет. А вот испытываем, конечно, это первичное звено. Педиатры, да, участковые терапевты. Здесь, конечно, есть провал, и провал такой довольно-таки серьезный. Я думаю, вот сейчас Министерство здравоохранения Российской Федерации приняли такое решение, что на сегодняшний день практически будут выпускаться врачи общей практики, да. Я все-таки пришел с Российского государства национального университета и уже встречался с деканом, предлагал свои услуги в трудоустройстве. Вот. Я думаю, что сейчас народ, все-таки мы как-то будем перекрывать вот участковую службу, педиатрическую службу. Почему? Потому что политика такая, что на сегодняшний день выходит врач общей практики. То есть, ну, будем так говорить, поработай на земле, да. А потом я вот ставлю тоже жесткие условия, что считаю, что человек должен сперва поработать. Я и сам отрабатывал, да, 4 года, а потом пошел в ординатуру. Я работал уже в Домодедово, в Домодедской больнице, был председателем правкома больницы. Вот. И моя такая стойкая жизненная позиция, что человек должен сперва поработать, заработать, а потом пойти поучиться. И потом опять вернуться сюда, к нам. Вот, понимаете. А действительно дефицит вот в этих... У нас хорошие позиции по хирургии, по травматологии, комплектация практически стопроцентная, в рентгенологии. Вот. Сейчас приходят анестезиологи, ренемиологи, вот уже два человека. Было очень тяжелое положение. То есть, люди, если должны работать по двое, то работали по одному. Вот сейчас, на сегодняшний день, за май-июнь месяц, пришло два человека. Еще два человека ждем. Вот. То есть, я думаю, что к сентябрю мы анестезиологию, реанимацию комплектуем. Вот. То есть, вот знаете, вот такое вот потихонечку движение, оно идет. Эндокринолог к нам должен прийти тоже после ординатуры. И, кстати, центр эндокринологии, это Дедов, один из знаменитых центров на сегодняшний день, даже, может быть, европейского уровня. Вот там девочка отучилась, закончила ординатуру. Сейчас она отгуляет отпуск. И в сентябре мы ее ждем. Она тоже вот. То есть, эндокринологию мы тоже закроем хорошо. Детские эндокринологии. В детской эндокринологии есть у нас тоже пробелы. Вот, разговаривали хотя бы, чтобы девочка или врач, там будем говорить, кто пришел хотя бы на полставки, чтобы эту проблему закрыть. То есть, есть проблемы, конечно, и кадровые проблемы, но народ приходит. Народ приходит с Москвы на сегодняшний день. Вот. Мы плюсуем. Если у нас было по плану где-то за год 4 человека, то мы уже где-то на сегодняшний день взяли 8 человек врачей, да. Одну медсестру по плану у нас 4. Ну, вот сейчас уже тоже Ступино должно, Мещерское училище, выпускники. Я думаю, мы что-то тоже там возьмем у кого-то. Так что, есть проблемы. Ну, я думаю, что они решаемые. И если нет проблем, то и работать неинтересно. А вот если говорить о врачах общей практики, вот я знаю, что в некоторых городах прям создают такие, да, маленькие пункты, куда можно прийти недалеко от дома, они находятся. У нас вот как-то здесь, ну, я знаю, поликлиника, да, в Расторгуеве. Нет, сейчас создаются пункты врачей общей практики, да, при, это, кстати, администрация микрорайонных, новых, там, и это, вот посмотрите. То есть у нас тоже это развивается. И довольно-таки серьезно развивается, понимаете, да, да, да. Вот, но у нас более так глобально глава мыслит и видит это все. То есть, если, как вы говорите, пункт, да, то у нас там купельник 230 квадратов, да, то есть там полноценно можно развиваться и, в общем-то, первичную помощь оказывать, и я думаю, что это все нормально и хорошо. Вот, а потом у нас все-таки очень активно растет, да, Бутово парк, Купеленко там, и все остальные, вот сейчас Молоково, да, посмотрите, какие микрорайоны вырастают, да. И я, в принципе, идя сюда, когда на должность, все-таки мониторил как-то район, и к 2020 году планируется где-то 300 тысяч, да, а сейчас 115. То есть вы понимаете, какой объем на врачей ляжет, в общем-то. Ну, это, наверное, хорошо. Почему? Потому что Москва на сегодняшний день дооптимизировалась, конечно, там тяжело, но оптимизация, она хорошая, понимаете, в каком плане. Надо все очень взвешенно и аккуратно делать. Оптимизация должна быть. Хирургические койки должны работать именно хирургическими, да, травматологические именно травматологии должны. Я занимался кистью сам, и я знаю, что 4-5 дней боль стихает, и если ты уверен, то можно больного выписывать. Вот, со швами, да. Но обязательно должен врач до конца вести больного, понимаете, который оперировал. Это тоже моя очень такая позиция. То есть возвращаться на прием именно к этому. Консультативные кабинеты должны быть. Не только вот просто скинул там куда-то его, да, в поликлинику и пропал. Обязательно врач, оперирующий, должен довести больного до выздоровления. То есть это вот, к этому я буду стремиться и буду добиваться. Это однозначно, в общем. Понятно, продолжайте ему кадров. Вот когда-то, года два назад, я была в колледже Московия, и разговор шел о том, что, возможно, в скором будущем появится отделение, сестринское дело. Как вы считаете, вот можно в нашем районе, вот, вроде как, одно из путей решения этой такой проблемы, это... Вы знаете, если мы это сделаем, были мысли, вот, с начальником отдела кадров, в свое время мы, сейчас скажу, когда в 86-м году, тогда был Копленков, главный врач, кстати, очень грамотный в Домодедово, мы открыли филиал Мещерского училища, да, сестринского дела. Это очень хорошая идея. Тем более у нас, я вам скажу, и доктора наук, и кандидаты наук, и в том числе я, доцент, имею сертификат на преподавание. Я преподавал 4-5 курс термотологии, ортопедии, военно-полевой хирургии. То есть, в принципе, по кадрам, по кадрам мы готовы это сделать, да? Сами растить свои кадры. Совершенно правильно. Это действительно так. Понимаете, почему? Потому что во время учебы смотришь, отбираешь, да, не все одинаковые люди, да, есть хорошие, есть плохие, есть средние, там, да, ну, когда ты для себя растишь кадры, то это очень хорошо. А вот профориентация в школах какая-то вот такая вот? Да, я поставил задачу, если в том году, в том году студенты, то есть, вернее, наши абитуриенты, да, школьники направлялись, ну, написал заявление, и тебе делают направление, и ты идешь целевиком, да? В этом году резко ограничили. Я вот, честно говоря, человек 5 или 6 всего. То есть, представляете, какая конкуренция, да, то есть мы выбрали там отличников, этих, но на сегодняшний день я сказал, с сентября мы открываем волонтерское движение, да, мы будем смотреть наших школьников, если он активно, активно помогает больнице, да, там смотрит. Не обязательно там что-то. То есть, такая возможность есть, будет, да? Обязательно будет, с сентября месяца. Как это будет выглядеть? И никто не получит. Сейчас мы разрабатываем концепцию. Вот, знаете, вот сразу это ничего не бывает. Вы-то как-то это уже видите. Но есть мысли, я вижу это, да, что, там, прийти, помочь, да, там, отвезти больного, условно говоря, помыть его, там, умыть, да, какую-то оказать помощь, кровать перестелить, да. Не надо там шесть часов, да, а прийти просто, вот, в свободное время. Во-первых, что, человек поймет, нужна ему медицина или нет. Вот. Я другое вам даже скажу, все-таки опять возвращаюсь, работая в университете, есть Самарский медицинский университет. Там есть такой ректор Котельников. Он провел исследование, это лет пять назад, что 50% остаются в медицине. Это под данным Самарского медицинского университета. То есть, представляете, мы готовим врачей, да, ну, ссылаясь на маленькую зарплату, а кто-то вообще разочаровывается в этой специальности, да. И государство, во-первых, деньги затрачивает. Мы, направляя его, да, ждем, что он через шесть лет к нам придет. Вот. И получается, что? Получается? Получается, да. Получается, ничто, да. То есть, 50%. Но это не по московским вузам. Я еще раз говорю, по данным Самарского медицинского университета. Вот. И если мы сейчас это действительно разработаем положение в волонтерском движении, да, люди будут приходить к нам, мы их будем видеть, да, создадим комиссию и будем направлять. А что такое направить на цельвика, да? Это, я вам скажу, я был пять лет в приемной комиссии. Сейчас на сегодняшний день 257-260 на лечебное дело поступить, да. А в том году, это по тому году, по цельвике у нас шли 228, да. Это вот где-то 30 с лишним баллов плюсом, да. То есть, это практически гарантия. Так что это надо вот развивать направление. И оно очень такое ценное направление, понимаете. Не зря раньше, да, кто работал санитаркой в советское время, они шли вне конкурса. Надо было проработать год минимум, а три лучше. И человек шел вне конкурса. Мне кажется, тогда, может быть, люди по-другому как-то... Ну, наверное, все-таки сейчас школьник подумает, ну что я пойду там, да, вот там... Его проблемы. Да? А вот сразу вспоминается фильм «Дети Дон Кихота», там где сидит девушка, да, там сестра, наверное, готовится или готовится к экзамену. Вот такой пример хороший. Есть, я извиняюсь, что перебил, есть разные формы, да. Есть олимпиады, да. Есть действительно человек там на дне пятерки, вот смотрю, молодежь-то вот мы там можем ругать, можем нет, но я вижу аттестаты, да, намного молодежь умнее, чем даже мы были. То есть вот по учебе, по... Если ты уверен, зачем тебе целевое, да? Иди на бюджет, поступай. А вот вы сказали, зарплаты маленькие. И все-таки зарплаты, как вот, на ваш взгляд, сейчас? Да я бы не сказал, маленькие. Вы знаете, я вот был в Минздраве, мне там, наоборот, говорили, вот кредиторка, надо снижать. Я говорю, нет, снижать не будем. У нас в среднем врач получает, вот я сегодня без категории буквально разговаривал, 48 на руки, то есть это где-то около 60 тысяч. Вопрос как раз, а Виктор задает, будут ли повышать заработную плату медицинским работникам? Ну, тоже, опять же, медицинские работники разные. Ну, вот сейчас, во-первых, огульно так вот, медицинские работники. Есть категории медицинских работников, да. В среднем, я вам больше скажу, у нас реаниматолог, работая за два, да, я как увидел ведомость, 124 тысячи. Но он один, правда, да, действительно ему тяжело было. Но ведомость я увидел, это 124 тысячи. Дальше я вам скажу, по категориям, на, вот, действительно, без категории, я сегодня вот буквально разговаривал, человек на руки получил с чистыми 48 тысяч, да. Вот, проект губернатора на сегодняшний день, это, младшему медперсоналу, это санитарке, да, на 15 процентов с мая месяца, ну, там указ запоздал немножко, сейчас будет выплата вот в июне, в июле месяце. И, так, и 7 процентов среднему медперсоналу. То есть, где-то около 40 тысяч будет медсестра, ну, конечно, на полторы ставки. Где-то, вот, 25, так, вот, около 30 тысяч это на ставку, там, стимулирующими, все. Ну, я вам больше скажу, я тут провел немножко аудит такой для себя. Митчелл, да, в нашем районе, у него 1200 работающих. У них от 30 до 32 тысяч зарплата, да, а у меня от 40 до 45. То есть, я очень горжусь, да, 1290 работающих. То есть, нельзя сказать, что вот прям хорошая зарплата, да, есть на ставку, конечно, это, ну, 30, там, зарплата. Но у нас, знаете, как, хорошая зарплата, мы стимулирующими. То есть, если человек работает, да, то есть, он получает дополнительно, конечно. Ну, вот, в среднем, я вам скажу, я еще раз говорю, врача где-то около 48-50 тысяч он получает. Так как тема у нас сегодня – перспективы развития, да, больницы, я бы хотела посмотреть наш следующий сюжет. Это о новой поликлинике, которую мы открывали прошлой осенью. Это Бутово парк, да? Бутово парк, да. Да, в августе месяце было открыто. Да, как она сейчас работает, мы сейчас посмотрим и поговорим. Да. Такой символ прошлого, как амбулаторные карты в поликлинике Бутово парк еще существует. Но выполняют они уже дополнительную функцию. Благодаря системе электронной записи пациента перед посещением врача не нужно выстаивать очередь в регистратуру. Записавшись дома через интернет, жители попадают на прием, минуя этот ряду бюрократии прошлого. Вся информация о пациентах заносится в электронную систему ЕМИАС. Это очень удобно для врачей, которые могут в любой момент зайти в электронную систему и не выходя из кабинета получить информацию о пациенте. В коридорах новой поликлиники висят плазменные экраны, по которым транслируются мультипликационные фильмы. Однако смотреть любимое Простоквашино мне пришлось в одиночестве. Посетители просто не успевают засидеться у кабинета. Но мы с оператором люди упрямые, нашли ожидающих. Но оказались в коридоре они и потому, что просто пришли раньше назначенного времени. А часто сюда ходите? Ну да, по беременности. К Леониду Викторовну, да. Когда-нибудь сталкивались ли с очередями здесь? Нет. Все вовремя. Поликлиника Бутова парка обслуживает как взрослых, так и детей. Мы зашли на прием к педиатру, где наблюдается молодая семья. Все у вас хорошо. Делаем гимнастику, даем витаминчик Д для профилактики рахита. И встречаемся с вами в 9 месяцев. Значит, через 3 месяца. Плановый осмотр. Сейчас осмотр вам распечатаем. Вот, младший, младший, младший. День моя шлетка. Нам очень нравится, во-первых, потому что здесь можно электронно записаться. И практически никогда не бывает очередей. Это вот приходишь по времени и в принципе сюда попадаешь к врачу. Не надо там стоять. Время терять на это. Пришел и все. И сразу. И сразу по своим делам дальше. Отвечает за отлаженную работу всего этого механизма взаимодействия врачей и населения Елена Зинатулина. По профессии она врач-педиатр. Кроме этого, еще и заведующая данной поликлиникой. Как сказал даже Владимир Владимирович Путин, многие слышали даже по телевизору, что сейчас идет борьба в регистратурах, чтобы не было очередей, не было очередей в кабинет врача, не было хамства, чтобы оказывали квалифицированную, качественную медицинскую помощь и большой оценку на вежливость персонала. Для безопасности посетителей и врачей в коридорах поликлиники ведется видеонаблюдение за всем происходящим. В случае необходимости реакция не заставит долго ждать. Если какие-то конфликтные ситуации, у нас уже запись видео есть, мы можем просмотреть и разобраться, кто виноват в данной ситуации. И даже при скоплении очереди тоже напрямую уходит в Минздрав Московской области эта запись о том, что скопилась очередь там более 10 человек. Техническое оснащение поликлиники тоже на высоте. И касается это не только видео и аудиозаписи. Автомологические комбайны, цифровые, рентгеновские аппараты, оборудование лабораторной диагностики последнего поколения. Для работы на таком оборудовании нужны квалифицированные специалисты. За кадры руководство борется. Зарплата рядового терапевта начинается от 40 тысяч рублей. Кроме того, Бутово парк имеет статус сельского поселения. А значит, врачи попадают под госпрограмму «Земский доктор». В эту поликлинику, когда я устроилась по программе «Земский доктор», я получила миллион рублей, который мы с моим супругом погасили ипотеку в городе Волгоград. Теперь вот мы без ипотеки имеем свое жилье в городе Волгограде. Когда на страже здоровья населения стоят люди с высокой мотивацией, то и результат их службы к обществу будет высокий. А современные технологии эффективно помогут им в этом деле. Илья Кремнев, Владимир Бижонов и Екатерина Чернышева. Видное ТВ. Виктор Иванович, мне очень понравились слова Елены Валентиновны Зинатулиной о том, что мы стараемся пресечь всякое хамство, о культуре общения в поликлиниках, в больницах. Я знаю, что вы тоже за это ратуете. Вы знаете, действительно еще и присутствует и грубость, и хамство. Но, честно скажу, я с этим очень сильно болюсь. Очень. И тут хорошо сказали про зарплату. И я сказал про стимулирующие. Если я это вижу, и действительно, не всегда врач виноват. Тут тоже не надо все на врача. Иногда пьяные поступают, асоциальные люди. То есть хамят врачу. И все это действительно тоже есть и присутствует. Но если пациент виноват, не пациент, а врач виноват, то, соответственно, он получает зарплату немножко поменьше. Еще присутствует тоже, я вам скажу больше, продолжительность в приемном покое. То есть больные не сразу попадают именно к врачу. Но здесь есть кое-какая особенность. Но мы с этим тоже, поверьте мне, боремся. И я раза три, а то и четыре, по возможности, обязательно в день бываю в приемном покое. И меня, если вот видят жители, скорее всего, они часто видят в приемном покое. То есть рабочий день у меня начинается с 7 утра. То есть и рабочий день начинается с приемного покоя. Почему? Потому что я прихожу, смотрю за сутки поступления, смотрю журнал, делаю какие-то для себя выводы и потом принимаю дежурство. Виктор Иванович, в сюжете говорилось об электронной регистратуре, об электронной записи. Я знаю, что с сегодняшнего дня заработало и электронные больничные листы заработали. Что это такое? Как это вообще? Я немножко вот хочу по сюжету сказать, да, потом перейду, если по возможности. У нас просто осталось с вами 8 минуточек. А, все. Ну тогда одну буквально минуточку, что Ботово парк на сегодняшний день это лучшая поликлиника Московской области. Она заняла поликлиника, это первое место. Так что есть на что равняться в Московской области. Ну поэтому да и поехали показать, какая она. Это вы очень правильно сделали. А второе, что у нас была поставлена задача, это пилотный проект Московской области. И мы его успешно преодолеваем. Это электронные больничные листы. То есть человек, записавшись вот в электронной очереди, да, он автоматически, врач, если видит, что человек действительно больной, он в программу забивает больничный лист. И уже этот больничный лист в электронном виде, сейчас вот сегодня и взрослая поликлиника, и больница, и детская поликлиника начали уже работать по этим электронным больничным листам. То есть уже работодателю, даже, ну знаете, наверное, еще пожилым людям это тяжело, не ощущать что-то, да. А молодежь, она активно, в общем-то, принимает. И в автоматическом режиме, за подписью, за отделением, работодатель может сразу в онлайн-режиме увидеть больничный лист. Никаких проблем нет. Не надо нести в кадры, это как по старинке, да. Но сейчас... Чтобы не смять его как-нибудь. Ну смять-то бог с ним. Смять это не так уж... Ну, надо нести, да, надо что-то там куда-то его девать. А здесь в электронном виде, то есть это как электронные билеты на самолет, на поезд. То есть можно его сфотографировать, можно его показать. То есть авиация уже давно перешла. Но, к сожалению, у нас не такое финансирование, как авиация. Поэтому мы вот как пилотный проект уже сейчас обкатываем. А в июле месяце уже мы так будем в полную мощь работать, в общем-то. Специально уже людей обучили на это. Уже люди есть и работают с электронными больничными листами. И вот здесь Елена Валентиновна правильно сказала. В дальнейшем мы будем переходить на электронную историю болезни. То есть там уже листочек не вырвешь, да? Не подпишешь. Ну это я так в шутку, конечно. Но это действительно не надо вот таких стопок. Вот понимаете, у нас в больнице по 80 человек выписывается в сутки. В сутки. В сутки. И вот что такое 80 историй болезни, да? Это вот такая вот стопка. А потом ощущается, что это вот какой-то такой вот, не знаю, современность такая чувствуется. Ну она вот для молодежи, она как-то уже это не современно. Понимаете, они спокойно это все воспринимают. Но все-таки это новое уже лицо такое. Нет, это абсолютно, вы знаете, это информатизация, да. Это не надо. Самое еще главное, что мы уходим от очереди для при выписке больничных листов. Если в больнице еще это не так сказывается, да, то есть человек приходит к 2 часам и он его получает, да. Но тем не менее, все равно выписка идет в 10. И с 10 до 2 человек сидит, ну в принципе ждет больничный лист, чтобы забрать. А в поликлинике это очередь, да. А тут распрощался с врачом, сказал ему спасибо и спокойно ушел и все. То есть это экономия времени получается очень большая. Осталось несколько минут совсем, Виктор Иванович. Я предлагаю ответить на вопросы. Вопросов накопилось уже. Вот я начну, наверное, все-таки с самых, наверное, актуальных. Вот Людмила Петровна, когда говорили, видимо, о заработной плате, спросила, если заработная плата хорошая, то почему педиатры уходят? Педиатры не уходят. За 2 месяца ни один не ушел. Ни один не уходит. То есть информация-то такая... Ну я не знаю, откуда она взяла. Я готов с ней завтра встретиться. И пусть она мне хоть одну фамилию назовет, что человек ушел. Наоборот, возвращаются. Вот хирург сейчас хочет возвратиться. Да, да, да. Так, хорошо. Ну я вашему слову верю. Может быть раньше. Я открыт. Это 312 кабинет в детской поликлинике. Пусть, пожалуйста, она мне подойдет. Мы с ней поговорим. А Ксения спрашивает, почему в детской поликлинике не работает рентген-кабинет? Пришлось ввести ребенка во взрослую, а там долго сидели в очереди. А вот действительно это такая проблема. То, что я и сказал, что сейчас отпускной период. Но мы тут, эта проблема есть, и я ее знаю. И некоторые, наверное, родители с детишками скажут, что главный врач разруливал ситуацию. Мы там специально посадили детского хирурга, чтобы люди туда-сюда не ходили. И там детский хирург в больнице в приемном покое, он принимает и смотрит. Это действительно была проблема. Есть проблема. Почему? Потому что человек ушел в отпуск. Да, средний медперсонал. Татьяна Николаевна спрашивает, когда заработает новое инфекционное здание на заводской 15? Кстати, об этом же спрашивает и Сергей. Очень хороший вопрос. Я в понедельник задал такой же вопрос министру здравоохранения Московской области Маркову Дмитрию Сергеевичу. Он сказал, решение пока до конца не принято, что смотрят, наверное, по документации и все остальное. Но он пообещал мне, прям клятвенно, что он обязательно приедет и принят решение с главой администрации. Наверное, мы торжественны. Это все-таки событие для города, района. Это зависит от Минздрава Московской области. Еще один вопрос. Про льготы для доноров. Я так понимаю, что льготы, наверное, есть у почетных доноров. А у обычных доноров... Ну, льготы, вы знаете, вот я буквально сегодня подписал там два дня к отпуску своим сотрудникам, которые сдают кровь. Вот буквально сегодня я посмотрел, когда подписываю... Но это можно разово сдать и сразу два дня, или это вот как-то регулярно сдает кровь? Нет, почему? Ну, там не два дня, а один день дается. Но если это два раза, то вот у меня человек, скорее всего, дважды сдавал. Там 430, я даже посмотрел специально, 430 миллилитров сдал. То есть я вот сегодня подписал два дня, да. А вот у почетных у них тоже есть какие-то или нет? Почетные, мы им подарки дарим, очень благодарим, понимаете. Ну, какая разница, почетный он или начинающий, да, человека одинаково сдает. Да, ну, почетные, действительно, мы ему больше внимания выделяем, да. Я вот всегда говорю, что вот человек, вот, когда нас поздравлял губернатор Московской области, там вышла одна династия доноров, понимаете. Вот дедушка, внуки вышли, вот, то есть 4-5 человек, и вся вот семья сдает, то есть и почетные, и непочетные. Ну, почетным, конечно, быть приятно, и льготы есть, и все остальное, но все-таки кровь, она действительно для всех нужна. Все понятно. Виктор Иванович, у нас всего одна минутка осталась. Мы в последнее время часто были гостями в учреждениях здравоохранения, здравоохранения в разных местах, да. Скажите, какое событие, на ваш взгляд, вот, следующее, куда вы нас пригласите? Вы знаете, я бы хотел всем своим главным специалистам, говорю, и вам в том числе, я бы хотел вас приглашать к постели больного, да, и рассказывать о жизни нашей больницы, о жизни нашей поликлиники. Не надо хорошее говорить, говорить и плохое, понимаете. Мы их будем совместно с вами исправлять. Почему? Потому что из хорошего жизнь не складывается. Жизнь складывается и из хорошего, и из плохого. Чем меньше будет у нас плохого, тем, я думаю, больше и быстрее мы перейдем к хорошему. Я вас приглашаю в больницу, в поликлинику. Покажу и слабые стороны, и хорошие, понимаете. Будем совместно это все как-то вот... Вы нам помогать, не вам. Мы обязательно придем, ну пригласите нас еще на одно событие, я знаю, у вас на следующей неделе уже, вы говорили мне, перед началом эфира, может быть, все-таки... Это секрет. Это секрет? Да. А, это секрет? Хорошо, ладно, это секрет. Это секрет для жителей нашего района. Хорошо, тогда... Не будем загадывать, но это произойдет, мы тогда расскажем. Будет очень приятное, в общем-то, событие, я думаю. Спасибо вам большое за интересную беседу, у меня, правда, было очень интересно и познавательно, я думаю, не только мне и всем, кто нас сегодня смотрел. Я напоминаю, что сегодня в нашей студии был главный врач Виндовской области.